Всем привет, с вами Бастард. Начинается третий раунд, уже полуфинальный в верхней сетке. И одна из самых долгожданных лично для меня игр это Крот против Сеох Ян. Вот этот чувак, Окидоки Йоу, это Сеох Ян, подающая звезда корейского небосвода, небосклона, а не суть, против нашего любимого украинского товарища. Давно ждал посмотреть, в момент случая посмотреть, кто сильнее, кто круче. Наконец-то возможность есть, увидеть это не просто в каком-то там рамке на матче, а на большом турнире, да еще и с каким-то там призовым фондом. Не помню, кстати, сколько он был, поэтому говорю каким-то. Так, Сеох Ян, Еврокорпус, Крот, Еврокорпус. Найс. Увидим зеркалку. В принципе, оба игрока могут претендовать на первое место в турнире. Слабых уже не осталось к этому моменту. Но их в принципе не было слабых. Но любой из участников верхней сетки и многие из нижней сетки уже могут претендовать на победу на полном серьезе. Начинается развертывание. Крот играет свою стандартную игру, занимает ключевые точки, размещает туры-разведку по всей территории и выкатывает тяжелый танк на треугольник. Возможно, стоило отправить на Зарику юнитов. Так, ну, отвлечемся. Вот эта территория в последнее время перестала, по моему опыту, играть особую роль. Дело в том, что красный респаун в ранке дисталл в последнее время гораздо реже пытался забрать треугольник. То есть, вы уже и в этом турнире, именно на моем канале видели. Игроки приезжают, занимают дома на гольфе, а дальше играют по ситуации. Прямо атаки со старта на треугольник уже крайне редко можно увидеть. А это значит, что территория за рекой банально не нужна. Ни красная, ни синяя команде. Интересное изменение меты. Давайте, наверное, на четверку поставим. Надеюсь, лагов не будет серьезных. Потому что, судя по тому, что оба игрока не пытаются активизироваться, это будет очень надолго. Сеохьян, как мы уже видели, предпочитает играть через тяжелые танки, которые ставят вот в этой позиции, где сейчас стоит два пятой. И, ну, типа, ждет. Типа, он считает, что противник сам должен наламываться. Но вот беда. Крот придерживается того же самого мнения. Он точно так же считает, что противник должен наламываться сам. И сливаться. Посмотрим, кто наломится первым. Пока активизируется только Сеохьян. Плюс, в отличие от предыдущей игры за Америку, у него здесь нету. Скажи мне, я скажу. Патриотов. Значит, будет сложнее защищаться от воздуха. Итак, я... Пацаны, я не понял, как погиб этот Пахтайгер. Но это было реально круто. Плюс один открыта. Он абсолютно не намерен ломиться вперед. Он банально сидит и тупо ждет, когда Сеохьян совершит ошибку. Сеохьян делает то же самое. Но в этом плане нижний респ обладает определенными преимуществами. Снизу банально больше зон. Хотя, да, верхний ряд сложнее взять. Но на нижнем респе больше зон. Есть гольф. Работает арта. Это ЛРМ на дефе. Кроталь. Тем временем, облетов никаких по карте я не вижу. Ни на мини-карте, ни на самой карте. Вышел Цезарь. И... Вот это, конечно, очень круто. Стоит ФОП, стоит КШМ-ка. Крот, если там захочет, допустим, высветить ФОП, будет по нему работать, заденет КШМ-ку. Опасное размещение. Уже два-два пятых. Кстати говоря, забыл еще отметить, что верхний респаун, он лучше защищен. А это значит, что у него больше инициативы в такой борьбе. То есть, Крота можно атаковать в любом месте. Синего игрока. А верхнего игрока нельзя атаковать нигде. Поэтому именно Сеухьян будет иметь первую инициативу. Отправо первого хода. Да, впрочем, уже не секрет. Два пятых здесь. Маячат давно. Я вот не знаю, вам удобнее смотреть снизу или сбоку. Я, например, вообще не понимаю нихера, что происходит, если вот в таком ракурсе все стоит. Отлично, ЛРМ-ка заехала. Два пятые, два пятые Шейкин и Ворид. И не могут вступить в бой. Видишь дымы, артиф дымы. Найс, просто найс. Наверху Тайгер сражается с Хабом, Хаб выигрывает. Очень плохо. Пушно-квадратный лес. Три реклерка перемещаются. Слушайте, по-моему, эту игру уже видел. Да-да-да-да-да. А я забыл, я же отсматривал эти игры, перед сразу же после того, как они отыграли. Все, вспомнил, что здесь будет. Ну, короче говоря. Два пятые против реклерков. Кто же сильнее? Заходит огромное количество резервистов. Их слишком много, чтобы команда Спара мог с ней совсем не справиться. Еще и Легионы поддерживают. В общем, квадрат потерян. Леопарды два пятые контролируют поле. Так что реклерки не могут напрямую подъехать. Но им же ничто не мешает заехать отсюда. В общем, не совсем понятно, почему Крот не решился драться за танками, за этот лес. Один Легион погоды не сделает. Он еще и косой, как сволочек. Почему-то. Хотя статы прописаны очень шикарные. Занято Браво. Сяухьяном. И вот здесь-то у Крота уже начинается проблема. Квадратный лес занят. Если он занят, значит, красный игрок может атаковать на треугольник. Его необходимо возвращать. Но раз его необходимо возвращать, все внимание Сяухьяна и, конечно же, Цезаря, Гая Юлия, привлечено к квадрату. На халяву отдаются картофские АМХы, кстати говоря. Очень слабый контроль территории от Крота. Вот только сейчас подъехал Ктур. Да, есть Леклерки, но Леклерки фактически голые. Втроем они... Ну, нужны Ктуры, нужно ПВО. Какое-то мясо. Естественно, рекон во всех щелях. Два пятые опиздевались. Но выжили. Найс. Эли Клерки выжили. Квадрат зачищен, но он на текущий момент фактически картом не контролируется. То есть... Да, выбил. Своего ничего не поставил. Нужен рекон. Нужна какая-то прихода в минимальном количестве. Ну, и вот эта разведка ломает все планы. Она видит КШМки, видит подходящие Леклерки. Позволяет работать в Тортех. Естественно, ПВО, вздумавшая подъехать к этому лесу, также будет убита. С одной стороны, заняв фодатный лес, ты можешь спокойно контролировать Браво. Не позволяет врагу проходить через... Вот эту дорогу. Но с другой стороны, и Браво также контролирует подбрат. В текущей ситуации, на мой взгляд, имело бы смысл не окопить Леклерки. То есть вытащить два Леклерка, чтобы сравняться по количеству с Леопардами, а потом попытаться отжать кусочек Браво, нижний, именно чтобы убить разведку. Как же возможно поставить здесь свои ПТУРы вместо вражеской команды Спара. Но это ладно. Это, опять же, не я играю в этой игре. Игрокам, понятное дело, виднее. Тем временем, 217 на 47, Сеохьян выигрывает. Весьма уверена. Рафаль убивает два Писрайна. И ситуация для карта все сложнее и сложнее. Он очень много теряет. И что самое страшное, не может реализовывать свои успехи. Да, он здесь разбил неприятеля на гольфе, но подняться наверх-то он не может из-за особенностей карты. Подъезжает группировка для штурма. Браво! Очень много поинтов в леглерках. Вот леглерки прямо хоронят сейчас крота. Допустим, один мы отнимаем, получается 165 свободных поинтов. 160 поинтов добавляем к тому, что есть, и забираем спокойно нижнюю часть Браво. Хотя мы его не играли. И время остается 7 минут. Четвертая скорость. Есть КШМ, которая должна будет встать на Браво, но на Браво нет синих войск. Жесть. В принципе, можно уже подводить, я думаю, выводы. На мой взгляд, в первую очередь сыграла особенность карты. То есть ты, находясь снизу, не можешь как-то активно влиять на верхнюю часть. Все вот эти вот варианты с атакой Браво Альфы возможны только при преимуществе, полученном на развертывании. Приехал, выиграл, минус КШМ на Альфе. Убил больше поинтов, чем потерял, можешь подняться на Альфу, да? А если такого преимущества нет, то ты туда не поднимешься никогда. А если поднимешься, будешь убит, разбит, подброшен, потеряешь Альфу, потеряешь респаун. Хорошо, заходят Леклерки наверх, но там-то тоже Леклерки. Вот это отступление, оно временное. До гибели синих тяжелых танков. Ну и слишком поздно, естественно. Вот это вот необходимо было делать раньше. Опять же, противник будет проходить здесь, через открытую территорию, будет поставляться под птуры, под вертолеты, под самолеты. Значит, для обороны имеет смысл брать меньше танков. Наверное. Возможно. Я не знаю, опять же, я не Крот, я не играю в этой игре. А основной удар наносить именно на Альфу. Но если опять же играть по-моему, то потеряв армию на Альфе, браво, ты потеряешь игру. Поэтому Крот отыгрывает более сейфово. Сиахьян разбит, конечно же. Танки у тяжелые погибли. Частично. Но это поздно. Это уже слишком поздно. Очень обидная игра. Прямо вот неприятно такие игры играть, наверное. Вроде бы ты выдавил врага, но нет. Все равно проиграл. Ух, переходим к следующей. А у нас тем временем Дарина Плунзинь и лучшая игра. Тысячелетие. Ну ладно, ладно, я соврал. Просто моя любимая игра прошедшего года. Она аж и земная. И вы тоже увидите, почему эта игра. Мега прекрасная. Я ее обожаю. Сиахьян. Молодец, Крот. Просто солнышко. Вы все увидите сами. Стартовое развертывание. Ну, фобы уже, наверное, похер. Там сами, если захотите, посмотрите. По фракциям вы сами все увидите. Каждый раз тоже смысла особого нету подчеркивать. По развертыванию Крот занимает кусочек Фокстрота в лучших традициях енота. Енотовских стратактик. Занимает кусочек между Альфой и Дельтой и кусочек Браво. Стандартная развертка оборонительного характера. И стоит, ждет, что же сделает противник. Тем временем наш противник, корейская восходящая звезда Сиахьян, занимает маленький кусочек Фокстрота, выходит на границу Альфы и Браво, Альфы и Дельты, и не занимает Браво. Слишком дорого, конечно, проверять такое на старте игры. Но этой Кроту и не очень нужно сейчас. Постфактум, естественно. Вернее, если обладает постзнанием, мы поймем, что не нужно было занять Браво. Что у нас тут есть? Есть ли Клерк? Есть два Мардора. Пара мистролей. А нам противостоят К-1. Выезжает К-9 Тандер для арты. Карта, в принципе, очень хорошо подходит для этого дела. Все позиции, где можно поставить вражеских юнитов, вернее, где можно их найти, известны, давно известны на перечет. Начинаются проезды кафами с фланга. Ладно, это не важно, это толку и смысла иметь не будет. Наоборот, хорошее. Ну и Сяухьян получил плюс 1. Он позже выкатил Кашемку на Дельту, но раньше на Фокстрот. Встала Кашемка Кротана Браво. У Крота есть небольшое преимущество, минимальное. На центре идет возня обыкновенная на этой карте. Кстати говоря, давайте посмотрим, немножко разберем фракции. Синий Дракон против Еврокорпуса. Синий Дракон имеет небольшое преимущество на этой карте благодаря Хайбунгам. Вот эти пацаны за очень дешевую стоимость способны забирать на любые леса. Даже против БМПТ. Даже при тяжелых танках. 24-е пробитие. 70 точность, 700 метров, 10 ров на гранатомете. Этот гранатометр рвет лица. Это очень серьезное подразделение для зачистки лесов. Именно благодаря Хайбунгам, в смеси с копирами, естественно, Синий Дракон очень уверенно чувствует себя на этой карте. На позиции между Дельтой и Альфой. И в связи с этим, имеет смысл отыгрывать от других зон, если ты играешь против Синего Дракона. Там, где Хайбунги не могут полноценно себя реализовать. То есть не в лесах. На Фокстроте. Возможно. И, конечно, на Браво. То есть, возможно, имело смысл Кроту начать с штурма Браво. Но это возможно. У нас, наконец-то, появился первый Куюмару Шики. Танк Победы. У нас появился второй Куюмару Шики. Второй Танк Победы. Крот не очень хорошо подрался на центре. Он вынужден был отступить. У него остался Леклерка, но при этом минимальная поддержка. Он покупает мега дорогую пехоту, команда Маринов, Мардеры вторые. И никак не может пока получить именно преимущество над Синим игроком. И абсолютно непонятно, что делать с двумя Куюмару Шики. Два Куюмару разберут для Кверка только в путь. Кстати, Крота это вообще не должен видеть. Здесь территория не занята. Маврикона тут нет. Ну ладно. Пис-пезан как будто бы не вылетал. Крен бы с ним. Приезжает третий Куюмару Шики. И вот сейчас-то для Крота все стало мега плохо. Три Куюмару в лоб разберут всю армию красного игрока. Правильно? А вот сейчас мы это все и увидим. Почему эта игра для меня и интересна. Мы посмотрим, как работают наконец-то танка стеки. Танка стека. Три-четыре машины. Тяжелые. Начинается атака. Не доигрывает немножко. Сеохьян. Во-первых, не домикривает. Хайбунги не идут вперед. Во-вторых, из-за того, что он вложился в Куймару. У него нет бью-пойнтов для вызова пехоты на эту территорию. То есть, он вытащив Куймару проигрывает лес. должен был проигрывать, если бы Крот не катал Кейлера Кортом А пока ситуация равная, сохраняется Начинается контратака Кейлера уже на позиции Контратака останавливается Леклерк на 2 хп С тремя Куймару Он вообще никак подраться не может Но Куймару, они абсолютно полностью отрезаны от Леклерка Ты не видишь Давайте сейчас даже посмотрим за Сеохьяна Ты не видишь, что здесь есть То есть отсюда могли войти какие-то пехотинцы Здесь могли подъехать пехотинцы, которых ты не посчитал во время боя И двигать вперед Куймару банально опасно Сейчас Вы сами видели Синий дракон, Сеохьян, раздолбал Крота в сопле Крот разбит Хотя не должен был на самом деле быть разбит Но Сеохьян не может Начать контратаку Потому что у него нет прикрытия Для его трех дорогущих Куймару Три Ка первых Вот сыграли бы ни хера не хуже чем Три Куймару На этой карте В этой ситуации Но при этом у него было бы больше поинтов Следовательно Больше пехоты Больше всякого дерьма Он уже имел бы возможность заходить на Альфу А теперь он сидит и ждет Пока приедет потребление с базы Ну и пытается не въебать свои топ-танки На рандомном самолете Тем временем Отбивается компаунд Я не знаю, что это компаунд Чуваки, забейте Мне слово нравится просто Отбивает компаунд Погибают Тэк Джонсы Прикрытия нету Потому что Куймар Занимается какой-то откровенной херней И у Иси Охьяна Полнейшее преимущество Сейчас он занял свою зону И с тремя Куймару Казалось бы Может очень легко выходить на Альфу Да? Возможно Сейчас мы все узнаем Есть пара пантерок Есть один для Клерк Пара Кайлеров Тем временем Пока я вот рассказывал Всякую ерунду На Фокстрот встал Леопард Второй Тоже мега дорогое приобретение Браво игроки поделили Крата в итоге 90 на 52 преимущество И благодаря этому Минимальному преимуществу Ему сейчас не надо атаковать Все что ему необходимо Это сдержать Трику и Мару Вот например Уже Милан этим занимается А одно выпадание на 3 хп Отлично Не стоит недооценивать Миланы вторые Да у них говеная точность Но 24 пробития Кому же их можно лычковать Хорошая доступность есть Полезные машины Ктуры Для ранки душ точно Начинается контратака Есть 4 Куймару Боже ж ты мой 4 Куймару При этом нет прикрытия Все что здесь стояло Уже довольно-давно погибло Боже ж ты Куймару остались 1 погибает Моментально 3 1 отступает Погиб 1 Леклерк Так 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 Арта еще в 1 Куймару С фланга Время обход Панцы и грандира подходят вплотную Леклерк где Леклерк Нет Леклерка Леклерк убит Похуй Минус 1 Куймару Уже минус 2 165 на 170 2 в 2 размен 2 Куймару Это выгодно для Крота Минус 3 Куймару С трех сторон нападает Крот С трех сторон Его больше Его банально больше При том что Сейчас У Сиохьяна больше очков По количеству превосходит Крот Он нападает с разных сторон Уничтожает в лоб Уничтожает сверху Уничтожает со всех сторон Куймару И теперь Оставшись без танков Сиохьян Не имеет ни малейшего шанса На отыгрыш Последний там был убит Пис Райном Это пацаны Это пиздец Никогда нахер Не копите танки До четырех штук Ну имеется ввиду Супертопы Или простопы Это вас Очень сильно штрафует В первую очередь Но мы переходим К третьей игре В заключительной И перед нами Третья игра Карта шоссе в Сеул Ну про карту Чуть позже Вернемся сначала К предыдущей игре В первых играх Сиохьяна Возникла проблема Как вы помните Возможно Его оппоненты Не могли справиться Со спамом танков Как в этой ситуации Работать Просто их игнорировать Боёешь там Где нет танков А потом Входишь в танки С разных сторон И уничтожаешь Что нам И продемонстрировал Крот Имея два леклерка Он спокойно уничтожил Четыре куимару Два леклерка Сильнее Чем четыре Потому что Есть прикрытие Потому что Танковый бой Выигрывает Простите Пехота Итого Что у нас здесь Крот Синий игрок С фобом Красный игрок Сиохьян Две кашемки Фоб Ну и вернемся К тому моменту Когда все начнется Поехали Балтика Разъезжается Со своей стороны С другой стороны Также разъезжается Балтика Крот Также открывается Через две кашемки Но у него Две кашемки Дороже Плюс у него Истребитель Плюс у него Шалавандра Это значит Что сейчас Сиохьян Должен атаковать Но он не знает Об этом Он не знает Про саламандру Он не знает Про кашемку Так Что у нас тут Получается Занимаем Ключевые точки Развертывание Через день Мимод Мимод Где-то Непонятно где Условно говоря В полупозиции Между Основными Точками Возможного Напряжения Но с крота Никакой серьезной Активности нет Он просто Продвигает Вперед Разведку Он не может Атаковать Из-за Большой Драговизны Развертывания Тем временем Саламандра Летит Я предполагаю Что Сиохьян Прекрасно Понимает Что он С этим делом Столкнется Уже есть Бтр-50 Возможно Увидел Саламандру Есть Якорь Нет Нет Он не увидел Он вызывает Наверх Пацанов Значит Он не увидел Он ждет Врага Там Дальше Только сейчас Саламандра Засвечивается Есть Эрих Якорь Так Так Увидели ЗСУ Будем ли Стрелять Нет Не будем Ладно Не будем На фронтальной Позиции Тем временем Что-то странное происходит Сиохьян Развернулся В преимуществе Однако Он выделил Целые 85 поинтов На вилку Наверх Да 85 И фактически Эта ситуация Равная Сиохьян Не получил Преимущества Нигде Он так же Развернулся Оборонительно Как и Крот Но Крот Моментально Заполняет Эту Проблему Подлетает Саламандра Кора Высвечивается Кора погибает Минус Кошемка Рез Уничтожен Есть А72 Кора Попал Один раз Не хватает Птуров Тем не менее Кора Уже сейчас Не пролетит Не проедет На Браво И укротаясь Преимущества Он может Сейчас Пока нет Кошемки Выдавливать Противника С Дельты Она могла Купиться Лучше Да Но тем не менее Преимущества Есть Хорошее Меняет Сивишки Сиохьян Кора Вычинивается Танковая А газовая Кора Едет На Браво Это будет Быстрее И Ну не хочется Ставить Типа Раненый Танк Кошемный На позицию Тем временем Также Выехал Ц-72М1Д Плюс 2 Для Крота Не стал Реализовывать Своё преимущество Крот Не знаю Правильно Это или нет В принципе Учитывая Что у него Только один Топ танк Это довольно Сложно Сделать Можно получить Рандомный Птур Рандомную серию Серия конечно Косая хуета Но возможно Она когда-нибудь Попадет И возможно Это когда-нибудь Прямо сейчас То есть Одним танкам Довольно опасно Атаковать Это именно Позиционное Развертывание Начинается Забор Эха Выходит Огромное количество Спама Птур Разряжается В транспорт Залетает Ураган Отлично Практически Минус Отряд Якорей Евро Я не могу Их прочитать Даже Не то что Вы говорите Погибает Птур На дельте Мемод Красного Ворога Сражается Фактически Спустые Места Пока Забирается Эха Кстати Говоря У Крота Преимущество По воздуху Два Истребителя В небе Заняты Дома КТХ Должна Погибать Попытки Забанить Респ Отлично Погибает Ми-8 ТКТ Это гораздо Эффективнее Гораздо Дороже Чем Потерять КТХ То есть Крот В преимуществе Попытка Контратаки От Сеохьяна Что самое Интересное Танки Не сражаются С танками В этой игре И в принципе Это нормально То есть Если твой Мемод Работает По вражескому Мемоду Скорее всего Мемод Противника Просто уедет Получив Некоторое Количество Урона И особого Смысла Контрить Топ Танк Топ Танком Нет А вот С другой Стороны Стреляя По спаму Стреляя По транспорту И пехоте Мемод Может Делать Фраги Окупаться Очень Очень Просто Отличный Псток Загоняется Это 72 Кратовский Обратно В лес Тем временем На фланге Возле Дороги Слева Эрихи Забирают Сисей Погибает Серия Неудачно Все таки Не стоило Выезжать На фуловой Вылетать На фуловой Т-72 А тем временем Артится Фоп Давайте нажмем Паузу Посмотрим Риспы Полный Деф Со всех сторон Все стоит Два урагана То есть Почему крот Не наступал Да потому Что на рту Вытаскивал Вот он Весь секрет Ну и Вот этот Объезд Он конечно же Будет Остановлен Ну а По количеству Красного И синего Мы уже Можем понять Что у крота Есть Некоторое Преимущество Пусть и Минимальное Но есть Выкатывается Кошемка На гольф Рандомный Залп Ураганов На фоб Погибает Красный Ураган Отлично Просто Найс И остался Один залп По фобу Так 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 Да Минус Фоб Минус Ураган Минус 200 Пойнтов Даже Больше Забрали Саламандра Работает По якорю Все Слабее И слабее Защита На чарли С красной Стороны Да Мисс Убивает Саламандру Бис Но она Свое дело Сделала Плохо Очень Разминулись Панцирь Якорь И Шариотиры Можно было Оба Забрать Тем Временем На центре Есть Две Вилки М1 И вот Здесь И сейчас Можно Давить Сеох Яну Полное Преимущество По танкам Его Больше Именно На центре На направлении Основного Удара В то время Крот Забрал Основные Простите Остальные Участки Так Там На Хотеле Объезд Погиб Засыухи Неплохо Постреляли Начинается Продвижение На чарли Да Крот Сдаёт Дельту Но он Забирает Другие Зоны Он уже Забрал Эхо И сейчас Скоро Будет Ян так Надеюсь Забрано Чарли Вилки Раненые Мимод Далеко Мимод Не помогает А вилки Самостоятельно Не справятся Отличная Арта Погибает Прикрытие Два Мимода Со стороны Крота Вилка Уезжает И Сеухи Ян Выходит Ему Уже Просто Не хватит Сил Чтобы Даже Пробить Центр При том Что Он Фактически Потерял Фланги Отличное Развертывание Пассивное Обронительная Открота Своевременными Контрударами Ну Сеухи Ян К сожалению Не смог Да Вторая Игра Была Мега Показательная Вот Серьезно Так и Надо играть Видишь Четыре Топ Танка Обходи Их Ломай Сланга С воздуха Потому Что Прикрытия У них Нет Но Остальные Просто Очень Интересные Ну А на Этом Все Когда Следующий Ролик Будет Простите Пацаны Я Не Скажу Не Знаю Осталось Всего Еще Одна Полуфинальная Игра И Две Финальных Финал Сетки Виннеров И Гранд Финал Ну А на Всем Кто Смотрел Спасибо Все Свободны